Привет, с вами Кирилл. Вы смотрите канал 4vision.ru. Сегодня к нам на обзор поступили DJI Goggles – долгожданные очки для полетов от первого лица. Но в чем их особенность, спросите вы, ведь на рынке уже давным-давно есть FPV-очки от других производителей. Особенность вся в том, что компания DJI сделала их специально для своих продуктов, а это означает абсолютную совместимость и удобство использования. Но и главное, конечно, это возможность управления дроном движениями головы. Это не только даст вам возможность получить превосходные кадры, но и совершенно новый опыт. Помимо этого, вы сможете использовать DJI Goggles как для просмотра фильмов, так и для видеоигр. Сверху красуются сами очки DJI Goggles. Под ними наголовная лента. Под наголовной лентой коробка, в которой кабель microUSB, салфетка для очистки линз, клипса для кабеля, кабель HDMI, зарядный блок и документация. Пара слов о том, как вы можете взаимодействовать с очками. Начнем с кнопки включения. Работает точно так же, как и во всех продуктах DJI. Выше расположена кое-что интересное – сенсорная панель. Вы можете перемещаться по всем пунктам меню очков с помощью нее. Динамик и отверстие для охлаждения. На нижней части расположены две клавиши. Кнопка выхода из меню. Она также играет роль кнопки C2, как на пульте управления. И кнопка Fn. Нажав на нее, вы сможете изменить фокус. Также она является клавишей C1. Кнопка для соединения с дроном. Вы можете так же сделать это в интерфейсе очков. Чуть позже я продемонстрирую. Индикатор соединения. Колесико для регулировки межцентрового расстояния линз. На другой боковой стороне расположено еще одно отверстие для охлаждения. Динамик и необходимые порты. MicroSD, мини-джек и HDMI Type-D. Внутри очков расположен маленький датчик приближения, который выключает экраны, когда они не надеты на вас. Это помогает сохранить заряд аккумулятора. На наголовной ленте колесо, регулирующее его диаметр. На нижней части наголовной ленты расположен USB для зарядки и подключения к ПК. Немного технических характеристик. Два 5-дюймовых Full HD экрана. Угол обзора 85 градусов каждый. Вес конструкции в общем около 1 килограмма. Возможные варианты трансляции в режиме реального времени. 1080p 30 кадров в режиме HD, 720p 60 кадров в плавном режиме и 720p 30 кадров в том случае, если дрон на большом расстоянии от вас. Задержки передачи видеосигнала от 110 до 190 миллисекунд. И время работы до 6 часов. Чтобы начать погружение в мир FPV, увеличьте диаметр наголовной ленты с помощью специального колеса. Наденьте обруч на голову и отрегулируйте диаметр так как вам удобно. После этого опустите экраны. Включите очки. Выглядит эффектно. И отрегулируйте межцентровое расстояние линз так как вам удобно. Перед тем как мы приступим к обзору интерфейса в меню очков, расскажу немножко об ощущениях. Сидят они достаточно плотно. Нет ощущения, что они вот-вот с меня куда-то упадут или перевесят в одну из сторон. Обруч достаточно мягкий, нигде ничего не давит, в том числе и сами очки. Повсюду прорезиненные вставочки и находиться в них вполне комфортно и удобно. Нет ощущения, что глаза устанут от экранов. Пройдемся по интерфейсу очков и некоторым моментам в навигации по нему. После включения мы попадаем в меню DJI Goggles. Здесь находятся все те же необходимые элементы интерфейса, что и в DJI GO. Слева внизу такие же данные, как и в DJI GO. Вертикальная высота, скорость, дистанция и тому подобное. Перемещаться по меню вы можете как в обычном смартфоне, проводя пальцем по сенсорной панели. Также, к примеру, если вы проведете двумя пальцами по сенсорной панели на себя, все клавиши управления будут заблокированы. Если вы проведете по сенсорной панели вперед от себя двумя пальцами, то панель снова будет разблокирована. В первом пункте расположены режимы полетов, абсолютно такие же, как и в приложении DJI GO. Зайдем во второй пункт. Инструменты. Здесь меню основных настроек, автоматический взлет или посадка, настройки связи по HDMI, галереи, в которой вы можете посмотреть недавно сделанные снимки или видео, и выбор режима трансляции в реальном времени. Пройдемся по основным настройкам. В первом пункте вы можете включить экономичный режим, чтобы сохранить заряд батареи. Далее меню соединения с дроном. Ниже настройки яркости, звука, калибровка IMU. Да, эти очки, так же, как и дрон, необходимо калибровать. Сброс настроек и форматирование SD-карты. Ничего лишнего. Для выхода из меню нажмите кнопку возврата на нижней части очков. И в третьем нижнем пункте, листая вправо и влево, вы можете выбрать либо режим фотосъемки, либо режим видеосъемки, либо настройки съемки. Они абсолютно идентичны тем, что находятся в приложении DJI GO. Теперь проведите двумя пальцами вниз и вам откроется меню с различными вариантами взаимодействия дрона и очков. О них в том числе я расскажу во второй части обзора, в которых и продемонстрирую данные очки в деле в полной мере. Однако сейчас я вам покажу, как вы можете управлять подвесом дрона движениями головы. Показывать буду на примере Mavic Pro, потому что именно он связывается с очками DJI GOGOS по беспроводной технологии OcuSync. С Inspire 2 же и дронами Phantom 4 серии вы можете связаться с очками посредством USB кабеля, при этом они будут поддерживать некоторые функции управления. С любых остальных устройств, в том числе дронов предыдущих моделей, видеоприставок и тому подобных, вы можете вывести только изображение посредством HDMI. Чтобы подключить очки к дрону, сначала, как обычно, подключите дрон к культу управления. После нажмите кнопку соединения с Mavic, которая находится рядом с microSD слотом. В этом мне помогли наушники. Индикатор рядом загорится красным цветом. Далее включаете ваши очки и надеваете их. Заходите в параметры соединения, нажимаете быстрое соединение и подтвердить. В течение минуты очки должны соединиться с Mavic, но обычно это происходит секунды за три-две. Далее вы смахиваете двумя пальцами вниз и попадаете в то самое меню и выбираете режим Head Tracking Gimbal. Пожалуйста, обратите внимание, как я управляю подвесом движениями головы. Я практически не чувствую задержек. Вообще такое ощущение, будто подвес вращается синхронно. Также можно начать запись в это время. Это, наверное, будет сейчас очень странно, чтобы я смотрел сам на себя. Привет! Слушайте, ну это очень здорово. Это действительно какие-то новые ощущения. Я немножко теряюсь. Пожалуйста, теперь Mavic можно назвать селфедроном. Я уже сам в нетерпении показать вам остальные режимы. Чтобы выйти из этого режима, также смахните двумя пальцами вниз и выберите этот режим опять. И он отключится. Очень странные новые чувства, но приятные. Это была первая часть обзора на очки DJI Goggles. Можно даже сказать первые впечатления. Во второй части мы покажем их в деле и продемонстрируем некоторые интересные функции. С вами был Кирилл, 4vision.ru и обзор на DJI Goggles. Увидимся в следующих роликах. Пока!